Добрый день, уважаемые госпитчане! Добрый день, коллеги! Участлившиеся в последнее время отравлений граждан от угарного газа вынудили нас очередной раз собраться за круглый стол, чтобы обсудить вопрос обеспечения безопасности граждан при пользовании природным газом и эксплуатации газовых нагревательных приборов в быту, так как отравление угарным газом стало одной из наиболее частых причин граждан, порой и даже трагичных случаев, происходящих в нашем городе, да и в республике в целом. Поэтому разговор на сегодняшней встрече хотелось бы посвятить безопасному пользованию природным газовым быту, о его плюсах, минусах, причинах отравления угарным газом, правилах безопасного пользования природным газом, эксплуатации газовых приборов в быту и о многом другом. Прежде чем приступить к обсуждению главного вопроса по весной дня, хочу представить наших участников сегодняшнего круглого стола. Это представитель из отдела Министерства внутренних дел России по городу Каспийск, Алий Алимур Магомедович, начальник участковых. Гамзатов Янчаки Аливер Деевич, начальник отдела надзорной деятельности и парафриктической работы по городу Каспийск и Карабадахтянскому району. Представитель от Каспийск газ сервис, это городского газового хозяйства, Абдулай Амар Ширманиевич, начальник отдела. И, значит, от Управления по делам ГО и честь города Каспийск, это начальник курсов гражданской обороны управления, Меджидов Дагир Демирович. Ну и ваш покорный слуга, тоже начальник отдела организации мероприятий по гражданской обороне и повседневного жизненного обеспечения Магомедовича Магомедовича. Итак, уважаемые коллеги, как вы знаете, на сегодняшний день природный газ является одним из самых востребованных топливом. И пока, что достойная альтернатива ему не найдена и не разработана. Уже невозможно представить себе современный мир, мир без газа, как источник энергии, используемый повсеместно. И хотя газ является нашим помощником в приготовлении еды и обогреве помещений, все-таки это достаточно опасное вещество, с которым нужно в Мед правильно обращаться. Статистика говорит, что в России за последние 12 лет только из-за нарушений правил безопасности преобращения с отопительным оборудованием и газовыми плитами погибли 3364 человека. Половина из них умерли от раючись угарным газом. Поэтому сегодня у нас тема очень актуальная. Так, за отопительный период, если взять именно в нашем городе, за этот период 2020 и 2021 года, это у нас отопительный сезон рассчитается с октября месяца прошлого года по апрель нынешнего года. У нас в городе произошло 6 случаев отравления от угарного газа, из которых один, к сожалению, даже к большому сожалению, с детальным сон. Поэтому сегодня хотим разобраться и довести до населения нашего города, что такое угарный газ, каковы его вредные свойства и как они образуются. Обо всем этом хотелось бы услышать от начальника курса гражданской обороны управления Табилан КВЧС Венгидова Таил Демиревича. Повыгаемые госпитчане, отравление угарным газом – одна из наиболее частых причин смертения в случае при использовании природных газов в быту. Отравление может произойти и при работе с бензиновыми двигателями, сгорании природных газов, при пожарах и так далее. Чаще всего это происходит в результате отравления газом в закрытых помещениях, с плохой вентиляцией. Отравление может постепенным или молниеносным. Это зависит от концентрации газа в воздухе, длительности его воздействия и от индивидуальной чувствительности человека. Угарный газ часто называют молчаливым убийцей. Он не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса, при этом распространяется очень быстро в воздухе. При этом не теряет своих отравляющих свойств. Поступая в организм при дыхании, угарный газ проникает из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином. И в результате кровь утрачивает способность переносить и доставлять тканям кислород. И организм очень быстро начинает испытывать его недостаток. Токсичность угарного газа высока и определяется его концентрацией воздуха. Напомним, что содержание угарного газа в воздухе в пределах от 0,01% до 0,02% может вызвать легкое отравление. Нахождение человека в течение часа в помещении, где концентрация угарного газа достигает в пределах 0,1%, приводит к острому отравлению средней тяжести. Тяжелое отравление наступает при концентрации угарного газа при содержании 0,3% воздуха в течение полчаса. Смерть наступает, когда человек вдыхает воздух с 0,6% угарного газа в течение 30 минут или же с концентрацией угарного газа 0,5% на протяжении всего лишь одной минуты. Угарный газ, или как его называют, моноксид углерода образуется при сгорании любых веществ, не только газа, но и других материалов. Мы говорили здесь, что это и уголь, это и нефть, это и дрова, природный газ, все, что сжигает для получения энергии. Угарный газ обвиняется и при пожарах. Многие жертвы погибают от него. И не столько от огня, как от дыма. Отравление угарного газа очень опасно для жизни и здоровья. Он легко приводит к летальному исходу. Вот хотелось бы, пользуясь случаем, напомнить всем нашим гражданам о том, что имеется три степени тяжести отравления угарным газом. По каким это симптомам? Легкая степень. Следующие симптомы. Общая слабость, головная боль, стук в висках, шум в ушах, головокружение, нарушение зрения, сухой кашель, учащенное дыхание, отдышка, нехватка воздуха, слезоточение, тошнота, повышение артериального давления. Вот такие симптомы при легкой. При средней тяжести отравления угарным газом, затуманность сознания, рвота, галлюцинации, нескоординированные движения, поверхностное прерывы с дыханием. И при тяжелой отравлении, симптомы паралич, кома, долговременная потеря сознания, судороги, расширение зрачков, учащенный пульс до 130 ударов в минуту, и появляется синюшая окраска кожи, то есть называется тионоз кожных покровов, нарушается дыхание. Тут надо будет в пользу случая напомнить, а какие первые шаги должны быть при отравлении угарным газом, какая должна быть оказана первая помощь. Как раз об этом хотели бы спросить у вас. Итак, первую очередь, уважаемые, надо будет вынести пострадавшего на свежий воздух, положить его горизонтально, таким образом, чтобы ноги были выше тела, расстегнуть одежду, открыть грудную клетку, охранить лицо, голову, можно любую, если под рукой, там, снег, лед и так далее. В крайнем случае, если нету ни снега, можно смочить любую тряпку и обвязать его голову. Если пострадавший не приходит в себя, любым способом вызвать раздражение в носу. Каким способом? Это можно табаком, веточкой, горчицей, перцем, нашатырным, спиртом, если конечно не знаю, хорошо было бы. То есть, заставить потерпевшему чихнуть. Полезно также проводить растирание груди до появления дыхания. Если это тоже не помогает, то уже надо переходить искусственную вентиляцию горких, искусственное дыхание. После этого дождаться и направить пострадавшего в лечебное учреждение. Спасибо, Градий Григорьевич. Амар Ширванеевич, с какими нарушениями сталкивать свою работу? Можете вкратце, пожалуйста, изложить Вашими оседлениями? Основная проблема это установка газовых приборов, подключение газовых приборов самостоятельно. Основно даже у нас шесть отравлений. Все шесть отравлений связаны с самостоятельной установкой газовых приборов в ванной комнате или приближенных к ванным комнатам в помещениях. Из шести случаев 5 случаев установка газовых приборов в ванной комнате самостоятельно. Основная проблема возникает с установкой газового оборудования, подключение самостоятельно. Некомпенсерные люди приходят, подключают. Скажите, пожалуйста, мы знаем это не секрет, что город у нас один из быстро растущих городов, строится много высотных домов, особенно у нас растет частный сектор. Бывает так, что, допустим, дома еще не сдали, некоторые люди даже проживают, газ еще не подключен, но они могут пользоваться жиженым газом. Бывают и такие случаи, баллоны, и так далее. Очень часто встречаются. Какова опасность? Какова предосторожение к этому короткарусу? Очень часто встречаются построенные дома, многоэтажные частные дома, которые еще не поступили в наше ведомство с заявлением о подаче газа и нету там еще не принят на баланс. Где нету газа, люди пытаются как-то греться, ставят газовые баллоны, греются. Даже бывают такие случаи, бывали уже только за этот год 4 случая есть, когда мы выезжали с заявлением людей, что есть утечка газа. При выезде обнаружится, что в доме нету газа, а установлен газовый баллон и пытаются выделить баллоны греться. По статистике видно, что многое есть связано с баллонами, с газовыми приборами, которые и взрывы, и отравления, и пожары. Какие случаи есть? Еще один такой вопрос, который волнует нас всех. Особенно в холодное время, я понимаю, исходя из гуманности, человечности, бывают такие случаи, допустим, вы сталкиваетесь с некоторыми мелочными нарушениями. иногда бывает так, что просто, я говорю, самое хочу повторить, из-за гуманности вы немножко не ужасачаете, допустим, меры, понимаете. А есть ли такие случаи, где вы отключили по нарушениям газа, отключение от газа в частном секторе? и в этом году у нас 9 таких случаев было, в которых пришлось выехать по грубым нарушениям и отключить людей просто от газа сроком на 3 дня, пока устранят это. Благо, люди, понимающие, за 3 дня они устранили. Ну, отключать не весь дом, чтобы понимали, мы не можем отключить их от отопления. Те же самые колонки, которые устанавливают в ванных комнатах, пришлось отключить. Пришлось отключить газоплиты, которые уже свой срок утратили, уже не есть способность работать, готовить что-то. Вот такие случаи есть. И еще такой маленький вопрос к вам. Вот вы здесь как раз напомнили нам, что часто сталкиваетесь с тем, что наши граждане и горожане иногда самостоятельно или нарушают какие-то нормы и правила, перестановки и так далее. При этом они пользуются нормативными такими материалами или занимаются самодеятельностью. Бывают такие случаи, допустим, газ проводят на несколько метров, используя китайские водяные шланги, вот такие тоже бывают. Есть ли у вас такие самые? Есть, к сожалению, есть такие моменты. По правилам СНИП разрешенные, максимально разрешенные есть шланговые соединения, люди устанавливают и на 3, и на 4, и на 10 метров шланговые соединения пластиками, трубами, которые вообще не предназначены для газоснабжения, они предназначены для воды или для других жидкостей. К сожалению, есть такие случаи, пытаемся бороться совместно, вы сами знаете, мы с вами выезжаем сколько раз и по садоводческим обществам, и по частному сектору, и по многоэтажкам. Попадаются такие случаи, стараемся уберечь людей. Мы первые годы с этим работаем. Почему об этом говорим? Как раз пользуясь нашим сегодняшним разговором, хотим довести до населения, что использовали вот таких материалов строго запрещается. Нужно пользоваться именно допустимыми госстандартами и так далее материалами. Мы говорим, угарный газ, он может быть выделен не только при пользовании природным газом, но и при других материалах, в которых содержится углерод, при сжигании, которым уделяется угарный газ. Но это в основном, как мы это все знают и по всей России, и по республике, и в нашем городе, во главе угла всегда стоит вопрос об обеспечении пожарной безопасности, особенно в детских учреждениях, учреждениях социального значения, и вообще в жилых домах. Пользуя этим случаем, как раз хотел обратиться к уважаемому Анжелеге Оливердивичу, начальнику объединенной зоной деятельности. Пожалуйста, какими вы сталкиваетесь с вопросами? Вы извините, мы знаем, что вы человек здесь, в городе новый. Во-первых, мы от души поздравляем вас с этой должностью, желаем вам успехов, что и поменьше вас было здесь и пожарных в этом случае. следующее. Спасибо большое. Идественное заведение в нашем направлении. Мы всегда готовы взаимодействовать. Я продолжу. На территории города Каспинск по состоянию на 18-м на 3-е в 2021-м зарегистрировано 35 пожаров, что больше, чем аналогичный период прошлого года на 22%. В прошлом году у нас на этот период было 27 пожаров. При пожарах у нас в этом году погиб один человек, что в два раза больше, чем в 2020-м году. На аналогичном периоде до прошлого года у нас погибших не было. Получили травмы и ожоги различной степени тяжести. У нас три человека. На аналогичном в прошлом году у нас был один человек, который получил. Также на пожарах у нас в этом году спасено 56 человек. В прошлом году 46 человек. В этом году у нас уйдет увеличение на 17,5% спасенных людей. По вопросам то, что в случае пожаров возникают угарные газы или это в основном вся несмотря на прямые меры статистические данные о пожарах, взрывах газовоздушных смесей и впоследствиях свидетельствуют об отсутствии снижения гибели людей и несовершеннолетних на пожарах по сравнению с прошлым годом у нас в целом и в Каспийске и в целом по республике Дагестан. Например, в республике Дагестан за истекший год в связи с этим человечественной ситуацией связанной с трудной утечкой бытового газа у нас пострадало 25 человек из них как бы 6 человек это у нас получается вроде Каспийс К сожалению самое почетное первое место занимает этот влетом во всем человеческий фактор безграмотный и безупречно используем газовое оборудование проводит к плачевным ситуациям и безграмотное хранение баллонов с пропаном чтобы озвучивали люди где не подведен газ используют пропанную баллону газовую но к сожалению тоже они подключают неправильно или заносят дома установлен то что они не позволено должны установить на улице возглухой стены где нету ни окон чтобы не было последствий также второе это ошибки связанных с небрежной установкой оборудования падение баллонов или нагревание их расположено потому что поблизости отопительным прибором устанавливают то он часто становится причиной детонации и в результате которые происходят пожары и людей далее одно из таких частных случаев при аптечке является неисправность магистральных газоподов которые люди проводят дома во дворе это из-за ошибок монтажа негерпетичное соединение бывает износ шлангов неправильное подключение плит сюда же также относятся несанкционированные изменения проекта что тоже озвучивали исключение эффективного вентиляции самостоятельного подключения дополнительных оборудований также часто встречается в жилых квартирных домах в внутренней вентиляции люди используют туда газовых плит и так далее подключают систему вентиляции в эту систему что тоже категорически запрещается также обогрев жилья бывает газовыми плитами приводит к углу пожарших у них это подключает обычную плиту включает газ и оставляет свой лучший результат что происходит зачастую злую шутку играет человеческая психология что с ним ничего никогда не случится это беда не придет перед дом оставляя якобы его не коснется это где-то бывает не у него дома оставляя обогрев жилья в ночное время во время сна увеличится риск получить отравление угарным газом зачастую с летальным исходом также могут привести возникновение пожара у нас был недавно случай человек уснул рядом положил у себя спиральную печку в случае когда он начал во сне человек ерзится я вас не устала и упала на печку в результате что произошел пожар или сам получил отжоги был доставлен в больницу также срок эксплуатации боевых бытовых приборов это более 30% газовых плит в России превышает 40 лет может в любое время как бы это своевременно если не замена этих оборудований и так далее когда срок эксплуатации не устекает она может не только ну как говорится в любой момент это опять же приведет к тяжким последствиям в случае подозрения на аптечку бытового газа хотелось бы довести до жителей города Каспист не зажигайте огонь и не курите не включайте или выключайте электроприборы что искренне может быть достаточно для взрыва не устраняйте самостоятельно исправно с газовым оборудованием и на газопроводе не производите самовольную газификацию дома квартиры перестановку замену газового оборудования не выносите изменения в конструкцию газовых приборов не применяйте открытый огонь для обнаружения утечки газа также не забывайте что в отличие от многих других документов инструкции по технике безопасности это пишется для не как бы для галочки то что даже бывает когда покупаете газовую плиту и так далее к нему бывает соответствующая инструкция которую надо его прочитать в случае нарушения указанного комплекта может привести к той же трагедии при установке газовых приборов и так далее нужно всегда приглашать специалистов чтобы они правильно подключили проверили к сожалению у нас всегда постоянно купили газовую плиту сами начинают устанавливать монтировать и так далее также в случае закройте все краны на газовых приборов и на газового проводящих трубах откройте окна и двери проветрившим помещение надо вывести людей из газованной зоны и вызвать аварийную бригаду по телефону 04 из городского с мобильного сейчас у нас получается 104 104 и 014 и единая диспетчерская служба и потому что у нас 112 также основная у нас работа нашими сотрудниками проводится в социальных значимых объектах в школах в детских садах в больницах с объектом с массовым пирамином где это торговые центры где мы при проектах выявляемся нарушением руководителю выдаем предписание для устранения и допущения данных нарушений чтобы избежать всяких трагедий это профилактика да профилактика также мы участвуем в профилактических мероприятиях недавно мы благотворительным фондом и сам тоже проводили профилактику и вот раздавали пожарные домовые извещатели людям чтобы они могли установить все дома в случае возникновения пожара они смогли вовремя как бы определить что у них происходит ну задымление и так далее что будут подгрузка не сколько страшен огонь а сколько то что горит и дым который выделяет вещества человек может просто не проснуться спасибо большое за емкое выступление ваше ну конечно же уважаемые коллеги все мероприятия все что мы говорим о чем здесь все это конечно обращено только с одной целью к нашим гражданам в целях предупреждения но мы знаем что очень много мероприятий нами совместно и ОНД и газовым хозяйством и отделом внутренних дел проводятся по городу не обходится ни одно мероприятие без участия наших сотрудников внутренних дел поэтому я хотел обратиться к Алину Магомедовичу вот при проведении нами у нас есть специалист санграфик по графику конечно естественно мы ежемесячно или еженедельно встречаемся с населением проживающим в основном это мы обращаемся в частном секторе проводим мероприятия вот и поэтому здесь вместо с нами обязательно участвуют даже активно участвуют наши представители внутренних дел отделов особенно инспектора участвуют поэтому Алина Магомедович пару слов пожалуйста вы тоже можете добавить на сегодняшний день вопрос управления населением угрозной газа в холостом на республике Тагестан стоит в углу как говорится в связи с тем что ежедневно когда читаешь сутки видишь что угроз как было сказано возраст неважно маленькие дети и взрослые и семья и все поэтому с МВД с наступлением отопительного сезона с МВД республики Дагестана прислали однократное распоряжение указания проведения патологических мероприятий по исполнению данных указаний по руководству МВД территориального гора мы с вами проводим все мероприятия необходимые у нас есть составленный план утверждения как при главе руководству МВД мы готовы как говорится оказать любую помощь несмотря ни на время ни на погоду ни на какие условия мы всего только сам я даже думаю когда мы с удальшим участием проводим такие мероприятия возможно даже и снижается у нас это не секрет бывает нет нет на частном секрет на дачных участках маленькие кражи и так далее когда там появляются наши участковые между прочим это тоже для них какая-то профилактическая работа и снижается тоже уровень вот таких у нас как его происшествий случаев так что это наша совместная работа она приводит действительно к своим успехам вот даже сама статистика говорит нам о том если даже в 19-м 20-м году у нас было отравление по 18 случаев а вот в этом году уже 6 случаев а у нас были такие годы когда было 40 отравлений по 5 по 9 летальных исходов вот поэтому благодаря действительно вот начали после этого мы уровень нашей работы начали поднимать вовлекать все организации соответствующие благодаря этой работе снижаются и вот такие случаи отравления от угарного газа да и не только это вдобавок хотел бы еще сказать вот недавно у нас на аппаратном совещании тоже поднимался вопрос об отравлении от угарного газа наш руководитель начальник управления по делам ГОЧС Шахман Демирович Гасанов он тоже внес предложение такое то есть дал рекомендацию населению перейти особенно в ванных помещениях в ванных комнатах когда устанавливают газовые приборы нагревательные перейти от газовых к электрическим во первых они безопасны то что нагрев и тогда воды все равно они дают так же но люди считают допустим да газ может дешевле чем электричество но жизнь это ведь дороже и денег и золота какие у вас будут вопросы дополнительные пожалуйста давайте обсудить поскольку вы здесь собрались какие у вас будут еще предложения поскольку наша передача сегодняшняя уважаемая обрешена к нашему населению поэтому все что здесь было сказано это только во благо наших людей во благо нашего населения что вы можете пожелать еще от себя нашим гражданам потому что отопительный сезон еще не завершен он еще в разгаре еще холода может быть впереди потому что март месяц в нашем регионе он проходит более так сыро холодно потому что город расположен на берегу моря это тоже естественно у нас частые холодные ветра даже иногда переходящие штормовые бывают поэтому что можете пожелать пожалуйста пользуясь случаем можете обратиться к населению если можно я бы хотел сказать у меня просто хотелось бы обратиться к людям что если возникает какая-то проблема с газом просто подозрение на утечку газа или на неправильную работу того же газового прибора не ленитесь позвоните 004 104 это бесплатный звонок если бывают такие моменты что не могут озвониться по этим номерам мы совместно с вами работаем 112 вот просто недавно такой случай был человек мы выехали утром у него было подозрение что у него угарный газ а он говорит я подождал до утра ночью не стал звонить ночью никто не работает аварийная служба работает круглосуточно не надо терпеть ждать пока там утро будет или суббота воскресенья круглосуточно 7 дней в неделю работает аварийная служба 004 104 со стационарного 0,4 можно если не получается 112 112 связывает всегда с нами выезжаем просто вот это хотел подчеркнуть чтобы люди не ленились не ждали завтрашнего дня а незамедлительно звонили берегите себя своих близких потому что тема она очень актуальная тема она очень злободневная вот не надо забывать о том о тех правилах которые вот здесь нашим коллегам было высказано будьте здоровы берегите себя своих близких удастся удастся